Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Меня зовут Мария, мне 31 год и хочу обратиться за советом к вам и разобраться в себе. Я познакомился два с половиной года назад с мужчиной. Встречаемся до сих пор. У него есть ребёнок 11 лет. Сын от первого брака, который он воспитывает один. Моя ребёнка жевала, все с ней в порядке, вышла замуж второй раз, не пьющая, все с ней нормально. Как так сложилось, что ребёнок живёт с отцом, остаются загадки. На вопрос МЧ, почему так произошло? Ответ, он ей не нужен. Ну вот, проходит год наших отношений, ничего не происходит особо. Второй год, естественно, как и любая женщина, я начала задавать вопросы. Будем ли мы жить вместе, видеть ли он в дальнейшем будущее со мной, на что получала неоднозначные ответы. Посмотрим, сделает, видно будет. Но я думаю, ладно, всё-таки, чтобы жить вместе, нужно не один-два дня. К сведению, живём мы не в одном городе. Точнее, я в городе, он в посёлке. Разница между днями двадцать минут. Живёт он с сыном в одной ушке, где для меня и моей дочери шести лет места точно нет. Да, тем более, разнополые дети друг другу никто. Естественно, я предлагаю снять в городе, где больше развита инфраструктура. Даже согласно оплачивать съёмное жильё пополам. Раз за разом, я задаю ему один и тот же вопрос. Ну, когда уже надо пожить вместе, узнать друг другу, быть у нас, он отвечать начал уже по-другому. То, если бы хотела жить и давно бы переехала ко мне, я ему объясняю, что места жить в четвером у тебя нет, да и как дети будут жить в одной комнате с нами. Я считаю, это ненормально. Да и потом мой ребёнок посещает логопеда, сад, кружок танцев, лепки и ездить каждый день туда-сюда на электричке с шестилетним ребёнком как-то не очень. В то время как его ребёнок ходит в школу и остальное время сидит за компьютером, больше нет у него хобби. Его также можно устроить в школу в город. Естественно, ответ был таков, что он не хочет переезжать и всё тут. Вот хочешь переезжай. Это первый вариант его ответа. Иногда отвечает, посмотрим, всё сделаю и т.д. Но дальше этих слов дело не движется. Он даже за два с половиной года с родителями не познакомил. Я у него спрашиваю, неужели твоя мама не задаёт вопросы, с кем ты проводишь время? На что она отвечает, нет, не задаёт. Мол, я взрослый человек, что их ко мне лезть? В то время как моя семья его поняла, мама, сестра, друзья и его друзей я совсем не знаю. Тут брат звал его в гости. Он спросил у него, можно ли я приеду с девушкой, на что брат сказал, лучше не надо. У меня уже были попытки расстаться, потому что я не вижу серьёзных намерений от человека. Одни только слова. Но всё-таки жду, наверное, чудо, хотя в глубине души понимаю, что ничего не произойдёт. Помогите, разнообразно стоит ли ждать вот чего-то. Да, его ребёнком я тоже мало знакома, хотя не против его. Матерью я для него не стану, ну и налаживать контакт мне с ним не хочется, чтобы как-то провести время в четвером день, узнать детей получше. Он не хочет иметь в виду молодого человека. Такого нет, хотя я много раз предлагал ему провести так время, нет никаких сдвигов от него. Мария, Главный, ключевой и главный момент в вашей истории заключается в том, что вы транслируете, на мой взгляд, такую мысль, что для женщины нормально ожидать чудо. То есть для женщины нормально быть зависимой от мужчины. Вот это, на мой взгляд, ключевая мысль, которую вы транслируете. И она является деструктивной, потому что это плодотворная почва для, во-первых, формирования зависимости и плодотворная почва для того, чтобы не брать ответственность на себя за то, что происходит. Происходит между вами и мужчиной, происходит с вашей жизнью и так далее. Я бы, так, здесь это интерпретировал бы. То есть вот с такой позиции я бы на это смотрел. На данный момент, по крайней мере. Дальше. Если вы склонны чего-то ждать, то это значит, что есть нечто, что не позволяет вам самостоятельно принимать решения относительно своей, как бы, линии поведения. А вы предпочитаете опираться на мужчину, вы предпочитаете опираться на кого-то. Это очень важно. Такое вот есть недоверие себе. Недоверие себе в данном случае необходимо корректировать. Чтобы вы доверяли себе больше, чтобы ваша позиция была четче и чтобы вы ее имели возможность обстаивать. Естественно, конечно, при необходимости. Дальше. Тот факт, что вы задаете неоднократно вопрос, что дальше, видишь ли ты со мной будущее, говорит нам сразу о двух вещах. Первое. То, что вы как будто бы нуждаетесь в какой-то стабильности, в какой-то защищенности. Как будто бы. Это первое. И второе, это то, что вы как будто бы нацелены только лично на создание семьи. А между вами, молодым человеком, общего, как будто бы немного. И когда вы не получаете того, что хотите, а именно не получаете защищенности, у вас появляется тревога. Неопределенность. Вы не знаете, что вам делать. Дальше. То, что вы расстались. То, что вы расстались с молодым человеком, своим мужем, наверное, с отцом вашей дочери. Имеет свои причины. То здесь есть некая линия поведения, некая модель поведенческая. Которая, скорее всего, также проявляет себя и в текущий настоящий момент. Вот это тоже необходимо выявлять и корректировать. Тот факт, что мужчина развелся со своей женой, также является следствием каких-то моделей поведения уже с его стороны. И это тоже сейчас, скорее всего, имеет проявление в настоящий момент. Психологи не дают советы. Мы действительно можем разобраться в себе. Так вот. То, над чем можно вам поработать, это в целом как бы поменять свою линию поведения с направленности вовне на направленность на себя. Дабы не ждать чуда. Ведь понимаете, вы не просто так ждете чуда. Вы ждете из какого-то потребности. Не просто так вы спрашиваете, видишь ли ты самое будущее. Вы сомневаетесь в собственной ценности. Не просто так ваш ребенок ходит на кучу всего. Это вероятно. Ваша форма реализации через ребенка. То есть когда вот ребенок, родители ходят много куда, это вот больше про реализацию самого родителей. В этом смысле мужчина смотрится несколько более достаточным, потому что он уверен в себе, он знает, что он хочет и он как бы отстаивает свою позицию. Но вас это тревожит. Тревожит, потому что вы-то зависимы. Как сказал мой коллега Кудрышев Игорь Леонидович, складывается ощущение, что отношения больше нужны вам. Самый вопрос в том, для чего. Для того ли, чтобы иметь возможность делать мужчину счастливым. Для этого вы и хотите жить вместе. Или может быть для чего-то еще. Вот об этом я предлагаю вам подумать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь. По моему ответу это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь. Подписывайтесь. Подписывайтесь.